Питер Брегель младший Номенитого нидерландского художника Питера Брегеля-старшего Унаследовав профессию отца Начал свое творчество Скопирование его прославленных полотен Позже молодой живописец Стал работать с эскизами И набросками родителей Создавая на их основе Собственные вполне самостоятельные произведения Постепенно сложился его стиль Мастер черпал сюжеты Из двух тематических рядов Образы страшного суда И сцены крестьянского убытка В первом случае он следовал Примеру ироникам Босфа Во втором своего отца По манере художник также походил на него С той разницей, что Изображения на его картинах Стали детальнее и резче А красочная гамма Насытилась яркими цветовыми контрастами Во второй половине жизни Мастер по преимуществу писал Картина обыденной жизни И хотя эти работы не так глубоки по смыслу Как полотна его великих предшественников Они поучительны и забавны Творчество Питера Брегеля-младшего Имевшие большую успеху современников Открывало для зрителя мир крестьянских нравов Буйных, грубых, но простых и непосредственных Данная композиция показывает разгар Лихой потасовки Разгоревшейся после ссоры За карточным столом Все полетело кувырком Опрокинута скамья А вслед за ней падает на землю Перепуганная женщина По ничтожному поводу люди дерутся С энергией, достойной Лучшего применения Они толкаются ногами и руками Замахиваясь друг на друга всем Что попало под руку Однако крестьяне вовсе не ожесточены Их лица выглядят скорее удивленными, чем злыми Драка здесь Это просто глупое занятие Настоящая жизнь Показана на заднем плане картины Где добрые жители деревни Танцуют и мирно прогуливаются Наслаждаясь редким отдыхом В праздничный летний день Вот такое описание картины Крестьянская драка Автор Питер Брейгель-младший 1622 год Описание по книге Великие музеи мира Пока-пока, до свидания